Цены на продукты в Америке разнятся с ценами в России. И сейчас я вам покажу, насколько в Америке дорогой хлеб. И будем его сравнивать вот с арбузами и дынями. Арбуз и дыня стоят 3 доллара. Американский хороший хлеб это дорогое удовольствие. Здесь супермаркет может предложить 50 и более видов нарезного хлеба. Хлеба, который был бы близок нашему черному или белому, у американцев такого, к сожалению, нет. А теперь давайте пробежимся, сколько стоит хлеб. Цельнозерновой хлеб 6 долларов. Нарезной итальянский хлеб для тостов 5,25. 8 булочек для гамбургеров 4,50. В каждом магазине есть своя пекарня, поэтому здесь уже хлеб будет чуть-чуть подешевле. То есть что получается? Арбуз и дыня мне купить дешевле, чем один батон хлеба. Вот такая одна упаковка газированной воды в банке стоит 3 доллара. За 4 отдаешь 12 долларов. В Америке продукты стоят намного дешевле, чем в России. И здесь нет такого безобразия в зависимости от стоимости бензина, чтобы поднимались цены на продукт. Цены всегда одни и те же. Даже во время пандемии цены ни на один цент не поднимались, только были намного дешевле. Чипсы продаются в больших упаковках с разными вкусами. В России такого точно нет. Ну и напоследок, как насчет гигантского твикса и мармелада. А вы знали, что американские дети никогда не ели киндер сюрприз? Америка это единственная страна, где нет шоколадных яиц. Яйца с игрушкой внутри в Штатах под запретом уже более 70 лет. Все дело в пластиковой игрушке, которая спрятана внутри шоколадного яйца. Власти США считают, что дети могут взять игрушку в рот, проглотить и задохнуться. И в качестве альтернативы был начат выпуск Kinder Joy. И в США он появился только в 2018 году. В США есть правила, которые позволяют продавать шоколадные яйца. Во-первых, яйцо должно состоять из двух половинок, и капсула должна быть разделена от игрушки из шоколада. Официальный штраф за вошь шоколадного яйца с игрушкой в Штатах составляет 2500 долларов. Всем привет! А вы знали, что в Америке, покупая продукты, из которых можно приготовить еду, вообще не надо платить налоги? То есть на продукты нет НДС, как в России. В России, чтобы ты не купил, стоимость уже с налогом НДС. Это продукты 10, а все остальное 20. В моем же штате это 5%. Вы чувствуете разницу? И что получается? Такое заявление, как в России очень низкие налоги, не очень многики обоснованы.